Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация – Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. В этом видео речь пойдет о бесплатном плагине на WordPress, который способен сканировать сайт на наличие вредоносного кода или вирусов. Если вы подозреваете, что с вашим сайтом что-то не так, и вы думаете, что, скорее всего, у вас какой-то вирус на сайте, то этот плагин способен помочь вам в выявлении, в каких же файлах может находиться вредоносный код. А также в этом плагине есть зона карантина, куда автоматически будут попадать зараженные элементы. И в целом я хочу рассказать, как обезопасить себя, свою рабочую платформу, допустим, если вы работаете через ПК, что нужно знать из своего опыта. Давайте в этом видео посмотрим. Итак, это видео под конкретные ситуации, например, когда с сайтом что-то не так, но у вас есть доступ к админке вашего сайта. То есть вы можете зайти на сайт, в админку, произвести установку дополнительного плагина для дальнейшего сканирования анализа на наличие вредоносного кода. Если у вас ситуация, что вы не можете зайти в админку, и вы думаете, что ситуация, именно проблема, что вирус есть на сайте или что-то в этом духе, тогда это видео вам не подойдет. Здесь можно что посоветовать? Попробовать откатиться из бэкапа сайта до рабочего состояния сайта из бэкапа. Если бэкапа нет, попробуйте обратиться к вашему хостинг-провайдеру. Возможно, в вашем хостинге была включена периодическая автоматическая резервация вашего базы данных и вашего сайта. Возможно, хостинг вам предоставит за какие-то предыдущие даты бэкапа сайта. Это самый простой вариант, просто откатиться и восстановить сайт, то есть удалить сайт с вирусом, и из бэкапа сайт просто выгрузить обратно базу данных и файлы сайта из бэкапа. Следующий момент. Я общался с своими клиентами, и у некоторых были такие ситуации. Как раз сейчас в этом видео тоже вам расскажу, будет полезно для многих знать. Вы можете проделать большую сложную работу с сайтом по исключению вредоносного кода или вирусов, все нормализовать, и через какое-то время вы сменили пароль, вы придумали сложный пароль, вы установили специальные плагины, которые защищают ваш сайт, вы все обновили, все плагины, сам WordPress, все обновлено, все, вирусов нет. Но через какое-то время ситуация повторяется. В чем может быть причина? Возможно, у вас на компьютере, с того компьютера, с которого вы заходите в админку вашего сайта, или же со смартфона, если вы в админку заходите, у вас не стоит никакой защиты. То есть вот как раз я с клиентом разговаривал, он заходил с компьютера на свой сайт, а у него компьютер под управлением Windows абсолютно никак не защищен, не установлено дополнительного ПО по защите от вирусов. Я вам скажу от себя, если вы пользуетесь интернетом и у вас нет защиты, вы просто живая жертва. Вы подвержены будете 100% всяким вирусам. И получается, если вы заходите на сайт, а как правило пароль и логин от сайтов, от всех сайтов, которыми вы пользуетесь, они хранятся в куках браузера. Их очень легко вытянуть, если вирус уже на компьютере. То есть это может быть даже так. Обязательно установите какую-то защиту. Я сейчас вам порекомендую, какую можно поставить. Не рассчитывайте на защиту самого Windows. Я не знаю насчет 11 Windows, но вот я пользуюсь 10, и защита там такая себе, то есть на нее уповать не стоит. Я рекомендую Касперский интернет секьюрити. Это русские разработчики. Несколько лет пользовался, пользовался и другими я защитами на ПК. Но Касперский мне показался наилучшим образом, защищающий ваш компьютер. А сейчас вы видите сайт видеоуроки.com. Это мой второй сайт. Здесь вы найдете уроки, видеоуроки о том, как купить Касперский, как установить его на компьютер, как установить его на смартфон. Здесь все уроки есть. Все ссылки, которые в этом уроке, я буду показывать, я буду прилагать в своей статье на своем сайте fedorvasilv.com. То есть вы видео смотрите, откуда бы вы его ни смотрели. Под видео я всегда оставляю все необходимые ссылки на свою страницу, на статью. Вы в нее заходите, и там все будут ссылки. А также на мой этот сайт, второй сайт, на конкретные уроки. Я оставлю ссылки про Касперский. И также все остальные полезные ссылки, относящиеся к этому видео. Обратите внимание, Касперский платный. Там, по-моему, на год стоит 2000 рублей три ключа на три устройства. Обязательно смотрите требования к железу, так как программа может быть требовательна. Если у вас совсем слабый ПК, то сам Касперский может тормозить ваш сайт. Вам это не понравится, это уж точно. Обязательно смотрите на сайте производителя, какие требования к железу, то есть к железу, к вашему компьютеру. Если у вас не стояла защита, вы Касперский купили, установили, там будет в настройках проверить на наличие вирусов в ваш ПК. Он найдет кучу вирусов, их там можно быстренько все удалить. Все, с тех пор ваш компьютер будет защищен, и потом уже вы решаете вопрос с сайтом. То есть если на сайте тоже есть проблемы, и вы думаете, что там у вас сидит вирус. Прежде чем смотреть админку, можно сначала прогнать через разные сервисы ваш сайт. Я покажу два из них, ссылки также будут в статье. Вот я свой демо-сайт на WordPress, главную страницу сайта, вот в этом сервисе, вставляю здесь и нажимаю проверить. Также этот сервис показывает не только наличие каких-то вредоносных вирусов, а также в поисковых системах Google и Яндекс, находится ли он в карантине. У меня вот показано, что Google и Яндекс не ругаются на мой сайт, но он увидел какой-то iFrame в вставке, то есть это не вирус, в данном случае у меня. Дальше второй сервис от Google, также тот же адрес. Я вставил, нажал Enter. Google показал, что не найдено небезопасного контента. Но это, конечно, не гарантирует, что сервисы нашли все моменты на сайте. Нужно сканировать еще его изнутри. Если у вас доступ к админке есть, давайте я вам покажу плагин. Плагин мы будем рассматривать вот этот вот, условно-бесплатный, то есть у него есть платные опции, но мы будем рассматривать бесплатную его версию. Ссылка также будет в статье на моем сайте. Плагин устанавливается штатно, в репозитории плагинов он здесь есть, то есть вы найдете плагин «Добавить новый». Поле поиска вот здесь вот вобьете название плагина, либо скачаете его прямо вот отсюда, эту ссылку я вам оставлю, как я уже говорил, кнопка «Скачать». Либо здесь вот на английском вот так вот название вы вобьете вот сюда вот в поиск, он его найдет. После этого вы установите данный плагин. Таких плагинов масса. Вот запомните, какой логотип у него. Вот логотип конкретного плагина. Данного плагина будет здесь вот такая своя позиция. Переходим сюда. После активации данного плагина он у вас здесь появится. Давайте прежде чем покажу, как с ним работать, я покажу, что здесь есть. Итак, вот в этой области у нас стоят галочки «То, что будет делать плагин». То есть что анализировать, какие файлы. Там файл «HTexas», если какие-либо инъекции в базу данных MySQL и так далее. И помечено красным знаком «То, что не будет проверяться». И нам здесь говорится, что эта опция будет доступна, если мы задонатим 29 долларов этому разработчику данного плагина. Следующее вот в этой области, где будет проходить проверка «Publish HTML». То есть сканирование всего сайта. Отдельно можно просканировать VP-контент и отдельно плагины. Потому что отдельно плагины. Вдруг вы где-то скачали не на каких-то надежных сайтах. Вдруг в самом плагине тоже может сидеть вирус, который вы установили на сайт. Я просканировал этот сайт только «Publish HTML». И глубина поиска здесь я оставил по умолчанию. Дальше. Здесь вот есть кнопка «Run». То есть это «Начать сканирование». Смотрите, здесь исключенные файлы, перечисленные через запятую, которые не надо проверять. Следующее поле. Здесь можно вбить каталоги, которые не нужно проверять, сканировать. То есть это уже нужно прям конкретно в этот плагин углубиться. Я вот проверял, никакие здесь я исключения не вводил. Может быть, это какая-то специфическая такая поле, куда человек будет конкретно знать, какие каталоги здесь вводить, чтобы их не сканировать. Дальше. Здесь вот я уже сканировал же этот сайт. Это скан «История». История сканирования. Здесь она будет собираться. Дальше. Вот этот блок обязательно, смотрите, у вас здесь будет не авторизовано. Нажмете на кнопку «Авторизоваться». Здесь покажется… Введите логин и email, как бы регистрация на сайте. Нажмете еще раз кнопку, вас перебросит на сайт, на ихний. А также придет письмо на .email, которое вы указали при регистрации, такого примерно типа, где будет ключ, пароль. Я так понимаю, от входа на ихнем сайте. Здесь обязательно вот надо будет нажать вам на кнопку, которая здесь будет у вас, чтобы у вас, вот как у меня, высветилось зелененьким. Вот только после авторизации вы можете нажать вот на эту кнопку «Run», начать, то есть сканирование, и сканирование запустится. Здесь вот выбрана «Publish». Вы также выставляете сначала «Publish». Потом, когда будет 100% сканирование, можете отдельно проверить ВП-контент и плагины. Дальше посмотрим, вот здесь же есть у нас еще вкладки с дополнительными опциями. Здесь галочками зелеными отмечено все то, что этот плагин бесплатного версия выполняет. И кнопки над каждым пунктом. «Disable protection», то есть отключить защиту. Если хотите детально прочитать, что выполняет данный плагин, какую защиту, надо будет просто копировать описание, в переводчик вставить, переводить, что это значит. Ниже здесь еще есть две опции. Одна под вопросом, но я оставил ее по умолчанию. А вот этот вариант доступен только, когда мы также внесем плату. Это полезная опция, здесь нам недоступна, которая позволяет блокировать перебор паролей на странице VP-login. То есть специальные программы хакерские, которые подбирают очень быстро разные пароли, пытаясь войти в админку. Тем самым нагружая наш хостинг-провайдер. Здесь вот как раз-таки эта опция у нас недоступна. То есть это он выполнять не будет. Все остальное, вот то, что с зелеными галочками, это он выполняет. И дальше это у нас зона карантина. Вот эта белая зона, она здесь какая-то информация только появится только после первого сканирования. И зона карантина. В данном случае у меня вирусов не обнаружено. Здесь вот написано нету в карантине никаких элементов. Итак, возвращаемся в настройки. Сканирование может занять достаточно длительное время. Все зависит от размера вашего сайта, размера базы данных. У меня это заняло около 30 минут. Поэтому, когда вы нажмете на кнопку Run, можете оставить сайт включенным, пойти там, не знаю, покушать, поделать дела. Вам нужно дождаться 100% результата. Нажимаете на кнопку Run, и вы увидите процесс, будет показано в процентном соотношении. И нужно дождаться обязательно вот такого результата, 100% скан. Таким образом, вы увидите, есть ли вирусы на сайте или нет. Если у вас вирусы попадут, явно плагин обнаружит, что-то есть, они должны попасть в карантинную зону. И там будет показан путь до плагина или до файла, где у вас будет вирус. Если этот вирус сидит в плагине, вам целиком плагин этот нужно будет с сайта просто удалить. Ну, понятное дело, что вы удалите функционал вам необходимый. Ищите, значит, аналоги плагинов вашего плагина. Или ищите, если в этот плагин скачали как-то нелегально, придется купить его у автора, допустим. Зато вы купите его без вирусов. Если это какой-то файл или какой-то сторонний код, или еще кто-то с сайтом возился, он вам покажет обязательно, где он нашел вирус и путь до этого файла. Просто надо вычистить эти все файлы со всеми указанными путями. Да, конечно, скорее всего, часть контента или часть функционала вы удалите. Потому что, например, это была часть какого-то плагина. Если это вам помогло, если решились ваши проблемы, вы нашли вирус, удалили данный плагин, вы отключаете и удаляете с сайта. Незачем ему здесь просто так лежать, лишний раз как бы нагружать сайт. Возможно, он сайт, конечно, не нагружает, но скапливать так плагины нежелательно на сайте. В любом момент вы можете вернуться, также его заново установить сюда. Но после того, как вы все вычистите и у вас сайт вновь заработает, не забудьте, в плагинах WordPress можно выставить автоматическое обновление. То есть, если у вас плагины бесплатные, они автоматически могут обновляться. Также WordPress может автоматически обновляться. Придумайте обязательно сложный пароль, больше 8 символов, с нижним и верхним регистром. То есть, это маленькие заглавные буквы в пароле, плюс специальные символы. То есть, это процент, знак процента, подчеркивание, минус, плюс. Вот такие знаки, чтобы использовались в пароле. Обычно WordPress предлагает сам сложный пароль, когда вы WordPress устанавливали. Поэтому зайдите в пользователи, если вы делали все-таки слабый пароль, обязательно пользователи. И зайдете к себе и поменяйте обязательно на сложный пароль. То есть, у администратора вашего сайта. Ну и, конечно, самое важное, это закрывать админку. То есть, VP-логин. Все знают этот путь до админки, как раз где и происходит подбор паролей. Есть бесплатный плагин. У меня есть урок даже об этом в YouTube. Я показывал, рассказывал, как скрыть админку и заменить адрес на уникальный, чтобы только вы знали доступ именно вот к этому окну, куда нужно вводить логин и пароль. Таких плагинов, на самом деле, масса разных. Их желательно использовать. Вот такие вот рекомендации я дам в этом видео по поводу вирусов. Надеюсь, это видео было вам полезно. До новых встреч!